Друзья, я сейчас в комплексе Гранд Бая, который состоит из таких трех больших отелей. Это Бая Тулум, Бая Коба и Бая Акумаль. Самый младший из них это Гранд Бая Коба. Он находится дальше всех от пляжа, он занимает отдельную большую территорию. Следующий отель это Гранд Бая Тулум и третий отель это Бая Акумаль. Идея в том, что Акумаль из этих трех отелей самый люксовый, но при этом в отеле Бая Тулум сделана полностью реновация в 2020 году и реновирована территория, очень красивые стильные номера стали. Все это мы сейчас посмотрим. И важное примечание, значит, отели Коба могут использовать только свою территорию, гости отеля Тулум могут пользоваться своей территорией и отелем Коба, а Акумаль может использовать все три отеля, всю инфраструктуру. Значит, смотрим дальше. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал Отдыхая Вы, ставьте лайки, комментируйте и смотрите наши свежие видео. Сейчас вот будем ехать из лобби Гранд Бая Коба в отель Гранд Бая Акумаль. Вот такие вот баги-машинки нас возят. И вот дорожка. Территория трех отелей Гранд Бая. Это Коба, Тулума, Кумау. Очень большая. Тут, конечно же, лучше перемещаться на баги, на машинке. Можно, конечно, и пешком, но вот отель Коба, он находится максимально дальше от пляжа. Перед ним стоит отель Акумаль. И с другой же стороны стоит отель Тулум. То есть, если нужно по максимальной близости к пляжу, то необходимо выбирать Тулум или Акумаль. Один из трех отелей Гранд Бая Акумаль. Это ресепшн и лобби этого отеля. Открытое лобби такое. Как обычно, соломенная крыша, балийский стиль, мексиканский стиль. Этот отель находится ближе всего к морю. Сейчас мы его посмотрим. Концепция все включено. Включает вот такого рода напитки. Ром, мартини, виски, водка. Все базовое есть. Не премиум уровня, но такое средняя ценовая категория. Из виски это Jack Daniels, Jameson Red Label, для примера. В отеле есть вот такая кофейня. Здесь даже можно приобрести различную атрибутику. Чашки для приготовления кофе, различные ликеры, наборы кофейные. Тут также есть кондитерская, мороженое и различные виды кофе. Это все можно использовать гостям отеля. В отеле Акумаль есть номера Гранд и есть номера с приставкой Лакшери. Эта приставка Лакшери позволяет пользоваться территориями четырех отелей комплекса Байя. Таким образом можно всю инфраструктуру использовать. Также есть здесь семейная концепция, семейные номера. Всего 700, более 700 номеров в отеле. Очень огромный отель большой. Инфраструктура также достаточно крупная. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Вот в таких корпусах разбросаны все номера. Это номера Junior Suite, Junior Suite Superior, Ocean Front и Junior Suite Deluxe. Конкретно зона для взрослых, Adult Zona, есть отдельная такая в отеле. Она полностью имеет реновированные номера. И один из них мы сейчас посмотрим. Номер называется Junior Suite Deluxe. При входе с правой стороны сразу же санузел. Значит здесь ванная, косметика, тут набор, наборы различные, принадлежности две. Два умывальника, душевая кабина, туалет. Достаточно просторный санузел. На полу мраморная плитка. Все как бы чистенько, красиво. Светлая мебель полностью. Вот такие вот хоромы, две такие кровати с балдахинами, возможно, могли бы быть. И есть еще дополнительное спальное место, дополнительный диванчик, столик. В принципе все чисто. Есть такой приветственный набор в виде шампанского. И, соответственно, видно территорию, балкончик. В номере есть мини-бар. Значит, что здесь у нас? Есть снеки, закуски, кола и пиво. У нас идет дождик, но, несмотря на это, попытаюсь снять максимум того, что увижу. Вот есть ресторан, который работает на ланч. Это такой снек-пул-ресторан Лос Коралес. Здесь вот ребята сейчас обедают, жуют пищу. И вот один из бассейнов, который находится в Эдалс-зоне, находится близко к пляжу. Он такой инфинити-пул. Можно лежать и смотреть прямо вперед. Пляж в отеле Акумаль имеет свою специфику. Тут есть такие отбойники от волн, которые заграждают береговую линию. В частности, вот есть лагуна, удобная для входа и детям, и взрослым. Здесь можно искупаться. А дальше море более такое шумное. То есть, ну, на любителя на самом деле. Кстати, несмотря на дождь, здесь тоже очень все кайфово, так как вода теплая в море. И дожди здесь проходят несколько часов в день, могут. Потом может быть солнце, влажность достаточно высокая бывает, особенно летом. Поэтому нужно быть готовым, что есть переменчивая погода. И как повезет в зависимости от сезонности. А это еще один из отелей комплекса Байя. Это Гран Байя Коба. Это самый дальний отель, который находится максимально дальше от пляжа. Суть та же. Это корпуса, разбросанные по территории отеля. Трехэтажные. Также главный ресторан, который находится возле ресепшена. И а-ля-карт ресторан. Их шесть по территории отеля Коба. Всего на территории трех отелей комплекса Гран Байя. 16 а-ля-карт ресторанов. Из них четыре в отеле Тулум, четыре в Акумале. И шесть на территории отеля Коба. Коба самый большой отель по размеру. Но в целом эти три отеля достаточно похожи. У каждого есть пляж, пляжная зона. Дальше на видео все это смотрите. Один из баров в комплексе Байя. В частности в отеле Коба. Вот напитки, которые включены в концепцию. Они выставлены, можете увидеть. Итак, главный ресторан, Байя, Принцип, Тхоба. Показываю ланч. Что есть на обед, смотрим. Жареная картошка, кстати, тоже присутствует. Много видов мяса, пасты. Рыбка. Свинина, уголочек. Пицца. Пицца открытая, закрытая. Есть тунец. Курица. Кальмары, миди, еще рыбка. То есть еды в принципе достаточно. Отель большой, но при этом выбор еды также очень большой. Преветки тут есть. Какие-то беляши жарят. Гуакамоле, это классика. Салатная часть. Даже на ланч есть уголок суши. И суши приготовлены качественно. С лососем, с авокадо, с угрем. Фруктовый уголочек тоже есть. И вот различные сладости. И мороженое тоже, которое доступно на обед. Еще расскажу, что по территории трех отелей разбросано 16 а-ля карт ресторанов. То есть в принципе тут есть достаточный выбор. Есть рестораны буфетного типа. И есть различные снэк-бары. Есть бары с напитками. Все это очень много по территории. В принципе разобраться достаточно сложно даже за несколько дней. И обойти все три отеля, если вы имеете такую возможность. Вот сейчас вот я на территории отеля Гранд Байя Коба. Это вот ближайший бассейн к Лобби. Он такой более спокойный. Потому что в принципе больше людей находятся ближе к пляжу. И ездят на пляж. Ребят, в комплексе Байя на три отеля всего 2500 номеров. Это очень большой комплекс. И я вам скажу, что для того, чтобы обойти всю территорию или все рестораны, нужно достаточно много времени. Поэтому этот отель на любителя. Конечно же, когда выбираете свой вариант отдыха, обязательно смотрите, подходят ли вам такие большие отели. Номер называется Junior Suit. Это отель Байя Коба. Значит, тут в данном случае две односпальные кровати большие. Светлая мебель. Есть еще доп. Доп такой диванчик. Дополнительная кровать. Приветственные фрукты в номере. Столик. И есть выход на территорию. Значит, такой балкончик на первом этаже. Вид на зону бассейнов. В каждом номере есть водичка. Небольшой мини-бар. В данном случае Кока-Кола. И есть две баночки пива. И покажу санузел. В санузле такая вот ванная. Достаточно большая. У меня есть различные принадлежности. Умывальник. Фен. И туалет. Комплекс отелей Байя достаточно популярен на нашем рынке. И, в принципе, его цена очень доступная в сравнении с другими мексиканскими отелями. Вот. Ну и площадь отеля огромнейшая. В данном случае комплекс насчитывает три отеля. И вы всегда можете выбрать, в каком из них остановиться. Для детей в отелях Гранд Байя. Тоже достаточно все круто. Здесь много объектов инфраструктурных, детских. Вот, в частности, один из детских бассейнов с горочками, с различными фонтанами. Эта часть находится в отеле Гранд Байя Коба. Покажу также зону основного бассейна в отеле Байя Коба. Классная анимация здесь. Смотрите, люди танцуют, веселятся. Нормальные лежаки, кстати. Людей очень много. Только в этом отеле больше тысячи номеров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, хочу подытожить свое пребывание в отельном комплексе Гранд Байя. Этот комплекс из трех отелей, он насчитывает порядка 2500 номеров. То есть тут, в принципе, инфраструктура очень обширная. Тут огромное количество а-ля карт ресторанов. Хорошее питание. Здесь есть аквапарки, есть хорошие детские клубы. В целом, неплохой пляж, немножко волнистый. Но для этого есть созданы отдельные лагуны на пляже, которые ограничены такими отбойниками от волн. Поэтому, в принципе, с этим проблематики тоже нет. Очень большая зона бассейнов, много баров. Анимация достаточно интересная. Если выбирать из трех отелей, вы можете взять базовый отель Коба. Но тогда сможете пользоваться только этой территорией. Если хотите немножко больше, можно брать отель Тулум. Он самый ближайший к пляжу. Он стоит дороже. Но там все номера после реновации. И очень такой стильный интерьер, дизайнерский. Современная Мексика, можно так сказать. И очень классный детский клуб, тоже свежий. Ну и также можете выбрать третий люкс-отель. Отель Акумаль. Он интересен тем, что он позволяет перемещаться по территории всех трех отелей и пользоваться всей инфраструктурой. Вот такая как бы аранжировка. Коба, Тулум, Акумаль. Я бы, наверное, остановился в отеле Тулум, так как он более свежий. Реновация прошла в 2020 году. Пляжная зона достаточно такая близкая. Территория более компактная. И фактически ресепшн, зона бассейнов и пляж находятся очень рядом. И это очень удобно. Если жить в отеле Коба, он находится за этими двумя отелями, далеко от пляжа. Нужно минут 10 пройтись до пляжа. Или можно ехать на багги, на специальной машинке. Ну, это на любителя. Но, с другой стороны, здесь тоже много инфраструктурных объектов. Это отель самый большой из этого комплекса. Тут и ресторанов побольше, и инфраструктура побольше. Поэтому на вкус и цвет выбирайте, друзья. А также подписывайтесь на канал Отдыхаевы. Ставьте лайки, комментируйте, будьте с нами, смотрите наши свежие видео.